Опасность подстерегает дачников и в лице клещей. В этом году в сезонах активности начался раньше, оттого и пострадавших уже значительно больше, чем в 2016-м. У двух жителей области есть подозрения на энцефалит и боррелиоз, где риск встретить паразитов особенно велик. Своеобразный рейтинг опасных мест составила Алена Полоненко. Вместе с первым урожаем зелени привезти домой урожай клещей рискуют жители региона. Садоводство по Байкальскому тракту и в районе Мельничной пади – настоящий клондайк паразитов. И именно дачники лидируют в топе поставщиков членистоногих в лаборатории для исследования. В этом году работы у специалистов прибавилось. Клещи проснулись раньше. Случаев укусов уже на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Только за прошлую неделю в регионе зафиксировано более 220 обращений по поводу присасывания клещей. А двух жителей области даже пришлось госпитализировать с подозрением на энцефалит и боррелиоз. Отправиться на больничную койку с такими диагнозами можно и после пикника на природе. В рейтинге «Жертв укусов клещей» отдыхающие дышат спину дачника. Это по собственному опыту теперь знает Денис. Саршана он привез в Иркутск двух паразитов, решивших мигрировать прямо на голове молодого человека. На заправке остановился, потрогал. Думаю, что это у меня такое попросило. Ребята мне сказали, что клещ сидит. Потом это было в Култуке и в Култуке больницы. Меня посмотрели, нашли еще одного. Найти клеща до ни одного легко на территории кладбищ. Желание привести могилы в порядок влечет туда жителей области. А клещей и залежей сухой травы, веток и мусора влечет навстречу людям. А вот где риск встретить паразитов минимален, так это на территории города. На территории города Иркутска у нас случаи укусов всегда являются предметом особого контроля. И когда мы начинаем очень внимательно этот случай разбирать, как правило, мы всегда можем найти случай заноса, пребывания где-то за городом какое-то время назад. Тем не менее, скверы и парки могут таить в своих глубинах опасных паразитов. Поэтому городские зеленые зоны ждет противоклещевая обработка. Пока на территории области ее не начали. Отчасти виновата неустойчивая погода. Для того, чтобы противоклещевые обработки были эффективными, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, это благоприятный метеопрогноз, чтобы с дождем или со снегом препарат не ушел в почву. Ну и, во-вторых, конечно, должна быть очень тщательно подготовлена территория. Нужно убрать прошлогоднюю траву, мусор. То есть вот все те помехи, которые будут мешать препарату попасть на клещей. В областном центре обработку планируют начать уже к концу недели. Так что без боязни нагулять по первой зеленой травке горожане смогут совсем скоро. А уж если захочется отправиться на природу или вскопать пару-тройку грядок, важно помнить – клещи не дремлют. Алена Полоненко, Сергей Полянский, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова